Необычная авария на проспекте Красного Знамени. Оказывается, буксировать темной ночью черный автомобиль предприятие крайне рискованное. Автомобиль Mazda CX-5 движется по проспекту Красного Знамени от моста в сторону Третьей Рабочей. В районе перекрестка с улицы Шилкинской водитель замечает внедорожник Toyota Hilux Surf, который планирует повернуть. Вежливость не позволяет владельцу Mazda проскочить у сурфа перед носом, и он миганием фар предлагает Toyota закончить маневр. Однако он даже не предполагал, чем закончится для него и еще двух автомобилей это обычная дорожная любезность. Повернули налево, показали поворотник, заворачивали, а тут несся вот Mazda. И предварительно мы убедились о том, что он нас пропускает, мы только начинали трогаться. Как вы сами видите, сурфом мы отронулись и в итоге вот. То есть он просто не заметил троса? Ну скорее да, говорит не заметил, невнимательность. Как выясняется, группа молодых людей решает помочь одному из своих друзей отбуксировать его автомобиль в ремонтный бокс. Дело благородное, вот только время для этого выбрано крайне неудачно. Ночью все кошки серые, а уж черные автомобили становятся совсем невидимыми. Тем более, если они двигаются не самостоятельно, а буксируются. Не удивительно, что водитель Mazda заметил присутствие третьего участника ДТП, троса, слишком поздно. И не успел оттормозиться, что кстати подтверждают и данные видеорегистратора. Хорошо видно, что трос высвечивается фарами Mazda буквально за секунду до того, как передний бампер внедорожника въезжает в него. Увы, финишной эта ленточка не оказалась, пожалуй даже напротив. С этого-то все и началось. Поскольку трос оказался крепким, удар CX-5 рывком подтянул подоспевший чайзер, который и въехал в Mazda. Вмятина, оставшаяся в левом борту внедорожника, не позволяет разъехаться по Европротоколу. По этой причине только ГИБДД. Им предстоит установить окончательно, кто же все-таки виноват. Продолжение следует...